Ситуация несколько меняется ко второму веку нашей эры. Дело в том, что горизонт памятников типа Упы II сменяет новый тип памятников, это памятники типа Новоклейменова. Они были выделены Алексеем Михайловичем Воронцовым еще где-то лет 10 тому назад. Что это за памятники археологии? Это и поселения открытого типа, это и городища, то есть укрепленные поселения. Причем памятники типа Новоклейменова изучены в основном благодаря раскопкам городищ. Какие-либо памятники погребального характера, к сожалению, к настоящему времени неизвестны. Чем представлена культура этих поселений? Естественно, они тоже получили свое название, как вы понимаете, по наиболее раскопанному городищу, которое находится в Ясногорском районе, собственно, Новоклейменова. Здесь представлен в данном случае комплекс одной из постройки, которая является наиболее показательной. Керамический комплекс представлен вот такими лепными горшками, профилированными, округлобокими, так называемых тюльпановидных форм, имеющих украшения или орнаментацию в виде насечек по венчику. Иногда бывают различные орнаментальные композиции по шейке и плечикам сосуда. Но, опять же, если посмотреть на форму горшков, в первую очередь их профилировку, это все имеет свои аналогии именно в южных древностях, не в древностях лесных, а именно в кочевнических материалах. Кроме того, постройка была чуть заглублена в слой. Причем они могли быть постройки как иноземные, так и, собственно, заглубленные в материк до 40 сантиметров. Площадью также порядка 20 квадратных метров. То есть это тоже то, что сближает с памятниками типа УП-2. Среди ярких находок, наверное, памятников типа Новоклейменова, ну, наверное, одной из самых многочисленных серий находок являются двушипные наконечники стрел. При этом данная категория находок, она не имеет аналогии в каких-либо южных древностях, а больше характерна для центральноевропейской какой-то культурной традиции. В свое время было предположение, что они происходят с территории Балкан. То есть это вот культурная традиция оттуда происходит. Ну и они, конечно, известны в Западной Европе. Кроме того, это различные находки, связанные с костюмом. Это такие сельгаммы, это височные кольца, фрагменты топоров и различные пряслица. Кроме того, если так посмотреть, как выглядит, собственно, посуда Новоклейменова вживую, это вот фотография. Заметьте, что с одной стороны мы сейчас не имеем каких-либо четких данных, какую роль население УПы-2 оказало на памятнике Новоклейменова. Но если посмотреть вот эти горшки, то, в общем-то, отчасти напрашиваются какие-то аналогии или даже, скажем так, преемственность между вот этими двумя культурными явлениями. Или эта схожесть может быть обеспечена совершенно другим, то есть как раз таки вот этим южным влиянием. Опять же, это вопрос, который требует своего решения и дальнейшей, собственно, проработки. Что еще характеризует памятники Новоклейменова? Это находки, которые появляются уже в самом финале существования этого комплекса, то есть приблизительно где-то к середине третьего века. Это и наконечники ремней, пряжки, фибулы, собственно. Все эти находки характеризуют, в общем-то, такой центральноевропейский импульс, который появляется уже или ярко становится ощутимым к финалу существования этого, собственно, явления. Кроме того, довольно-таки такой уникальной находкой являются вот такие пластины, которые украшены пуансонным орнаментом с центральным отверстием. Аналоги, к сожалению, им мы тоже пока не знаем, но, вероятно, конечно, это были какие-то детали, украшения, вероятно, костюма. Но, к сожалению, опять же, сказать что-то более точно об этом мы не можем. Но ареал их распространения, как вы видите, это все про убережье, по сути дела, Аки на территории Окско-Донского водораздела. Что связывает, опять же, памятники типа Новоклеменова и откуда они могли появиться? Если мы посмотрим культурно-историческую ситуацию на территории Верхнего Паочья и Верхнего Падонья во второй половине второго, начале третьего века, то мы увидим, что к этому времени сарматы, которые, собственно, начали активно продвигаться на север, осваивают практически самые северные участки Донской лесостепи. То есть, вот вы видите, вот этот регион, это регион обитания сарматов-гипофагов, это регион реки Воронеж, а ко второму веку они уже появляются в самых верховьях реки Дон, то есть, непосредственно в пограничье с лесной зоной, с памятниками типа Новоклеменова. Мало того, что, вероятно, какая-то часть населения могла принять участие в формировании памятников Новоклеменова. Но пока этот вопрос является дискуссионным, ввиду того, что каких-то прямых таких данных нет, и этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях. Кроме того, по исследованиям Александра Павловича Медведева, если, когда мы говорим о первом веке и втором веке нашей эры для срединной части Верхнего Падонья, то мы говорим лишь об этнической интеграции. То есть, когда сарматы начинают осваивать местное население, местные территории, завязываются какие-то хозяйственные, культурные связи, брачные какие-то отношения, то на территории Верхнего Падонья этот процесс этнической интеграции переходит в разряд этнической миксации. То есть, по его определению, мы уже не можем говорить о существовании, например, сармат и местного автохтонного населения, а мы должны говорить о существовании или рождении нового этнического образования, которое характеризует и элементы сарматской культуры, и характеризует элементы, собственно, вот этого местного населения, которое когда-то здесь проживало. И в данном случае наиболее яркими такими памятниками, которые исследованы в первую очередь раскопками, являются могильники. И на территории Тульской области, Ефремовском районе, такой могильник хорошо исследован. Это Вязовский могильник. Он насчитывал и насчитывает 65 насыпей. Это одиночные курганные насыпи, под каждой насыпью погребение, которое совершено вот в таких прямоугольных ямах. Причем каждая прямоугольная яма могла быть обложена деревом, которая, в свою очередь, могла быть обмазана даже глиной. И уже в самой яме могло быть совершено, собственно, погребение по обряду трупоположения на спине. Вот. Раскопаны из 65 59 погребений. Из 59 раскопанных погребений отмечено 3 трупосожения. Причем трупосожения также были сделаны в этих же подкурганных могильных ямах. Что, в общем-то, не характерно для сарматского обряда погребения. Что отличает эти погребения? С одной стороны, это вещи сугубо сарматского круга, причем крайне высокий процент предметов вооружения. Это мечи, это кинжалы, наконечники копий, наконечники стрел, псалии и так далее. Там подобные вещи. Ну и, конечно, посуда. При этом можно четко сказать, что в погребениях, кроме того, присутствует еще и посуда, которая была изготовлена не по традициям сарматской, сарматской вот этой культуры, а именно изготовлена местным населением. То есть мы видим вот такой процесс какой-то определенной миксации, что ли, смешения культурных традиций. При этом нужно четко понимать, что эти уже культурные традиции двух совершенно разных народов или каких-то этнических образований разделить уже на этом этапе практически становится невозможным. Другой памятник, который также хорошо исследован, это городище Ишутина. Хорошо укрепленное поселение, которое содержит и более поздние слои. Оно раскапывалось Розуваевым еще в 90-е годы. Что по этим материалам, раскопка материала этого городища, классические горшки, которые характеризуют именно культуру местного населения. И если посмотреть, сопоставить рядом горшки памятников типа Нового Клейменова, то между ними будет минимальное количество каких-либо различий. С другой стороны мы видим сугубо сарматские вещи. Зеркало, бусина, пронись из египетского фаянса в виде такого льва. И кроме того, целый набор сарматской керамики. То есть это опять же характеризует вот такой культурный симбиоз. И вероятно всего именно вот это население, то есть Верховьев Дона, Верхнего Подонья, вероятно могло участвовать в формировании и сложении вот этой группы населения. Но опять же, эти процессы, к сожалению, еще далеки от своего окончательного разрешения вопроса, как это все происходило. Понять пока это крайне сложно. Например, да, мы видим вот этот наконечник стрелы, да. Как вы видите, это та же самая двушипная наконечная стрела, которая была найдена при раскопках вала городища. То есть, конечно, натыкает на мысль о том, что не могло ли то самое население памятников Нового Клейменова участвовать в финале существования этих, собственно, поселений. Хотя, с другой стороны, если подходить так к вопросу, что, в общем-то, это же было то же самое население, которое когда-то сюда пришло, да. К сожалению, памятники Верхнего Подонья не так еще хорошо изучены. Вот это буквально вот несколько могильников и городищ, которые вот были исследованы раскопками. Для этого, конечно, нужно проводить более какие-то детальные исследования, ну и тому подобные работы. Вот. Что хотелось бы сказать вообще в заключении. Вот такой момент, связанный с кочевническим элементом, с влиянием кочевников и тому подобное, с первыми веками нашей эры, он, в общем-то, заканчивается как раз-таки где-то в середине третьего века. На территории Верхнего Паочи возникает новая культурная обстановка, возникает мощенская культура. Сарматские могильники и поселения, или даже более правильно сказать, могильники и поселения сарматского времени на Верхнем Дону, они тоже прекращают свое существование. Следующие культурные горизонты или культурные группы, культуры, которые возникнут на этой территории, они будут относиться уже совершенно к другому времени, будут связаны с другими процессами. Киевская культура, Черняховская и тому подобные вещи, которые, опять же, уже к этой культурно-исторической ситуации, к сарматскому миру, они уже не будут иметь, собственно, никакого отношения. И, кроме того, опять же, если дальше проводить какие-то исследования в рамках более поздних эпох, четко свидетельствует о том, что вот такое степное и лесостепное, лесное пограничье, оно практически на разных этапах тульской истории определяло вот это своеобразие истории тульского края. В конечном итоге это будет проявляться уже и в эпоху древнерусского государства, и в более позднее время, и что в конечном итоге, как вы понимаете, приведет к строительству тульского Кремля, для обороны, собственно, границ российского государства уже в XVI веке, и, собственно, конечно, к образованию города Тула. То есть это, по сути дела, вот такая борьба леса, степи, их, с одной стороны, противоборство, с другой стороны, постоянное сотрудничество, постоянные какие-то культурные контакты, культурные связи, культурные взаимодействия и так далее. Ну, наверное, вот это все, наверное, что пока мы по тем имеющимся материалам можно рассказать вот про довольно-таки такой очень сложный период рубежа Р на территории как Верхней Аки, так, собственно, территории Окско-Донского водораздела.